В преддверии летних каникул студенты Казанского университета активно планируют туристические поездки по России и в другие страны мира. Чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих, они вакцинируются от коронавируса. О том, где и как можно иммунизироваться, расскажем в нашем следующем сюжете. Наш первый герой и студент 4-го курса Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Денис Крахмалов. В его планах поездка в Петербург или в Болгарию. Информацию о вакцинации Денис Крахмалов увидел на сайте КФУ. Я решил, что раз Родой университет предоставляет такую услугу, грех не приделать эту операцию. Денис Крахмалов уже привит первым компонентом. Отметил, что после была небольшая температура, сейчас чувствует себя хорошо. Наши российские препараты так или иначе имеют свои определенные стандарты. И если этот препарат тоже сейчас обладает своим стандартом, который позволяет мне быть здоровым, я ему доверюсь. Я и уже доверился. Второй наш герой, студент 3-го курса кафедры прикладной математики КФУ признается, что учиться и работать сложно. Планирует полететь в ближайшее время отдыхать за границу. Даниль Батышин уже сделал первую прививку и рассказал нам о том, как все прошло. Сначала никаких, но потом вечером я еще делал некий озноб, у меня немного повысилась температура. Это продержалось, по сути, у меня два дня, но потом стало уже легче. Отказ от алкоголя, стресса, бани и спортзала – одно из условий после вакцинации. Даниль Батышин поделился, как удалось соблюдать ограничения на майских праздниках. Там есть ограничения только в первые три дня после. А так в Москве хорошо прошли. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3200. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Илья Андреев, Фарид Захидугле, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова